в данном видео я хочу рассмотреть тему создания сайтов о том как они создаются существует несколько способов создания сайта мы рассмотрим вкратце первые пять шестой способ я рассмотрю более подробнее в следующих уроках первый способ это создание сайта с пользованием языков программирования все сайты пишутся с помощью кода но не все могут это сделать потому что это сложно это нужно знать язык иметь какую-то практику опыт но здесь есть свои плюсы если вы умеете это делать то вы напишите любой сайт любой сложности функциональности проблем с этим не будет но существует и минус это во-первых очень долго и очень муторно потому что чтобы отладить код нужно потратить очень много времени поэтому этот способ он не для всех второй способ существует много облачных конструкторов сайтов типовик стильда в flow и другие у них тоже есть ряд своих плюсов это то что у них все быстро все наглядно и сайт можно создать буквально за пару минут ну естественно без наполнения я имею ввиду зарегистрироваться нажатием одной кнопки дать через соцсети выбрать шаблон опубликовать сайт там есть и мобильная версия то есть никаких проблем с этим не только наполнить своим контентом поменять заголовки картинки и опубликовать сайт но существует тоже ряд минусов эти минусы такие как оплата если вы на бесплатном тарифе то там возможно будет реклама либо домен будет не ваш кого-то третьего уровня то есть длинный а чтобы прикрутить ваш домин надо покупать платный тариф тариф и там я скажу не маленький то есть минимум где-то рублей 200 тире может быть 300 в месяц при оплате за год может быть чуть дешевле но также сайты созданные на таких конструкторах они по сути вам не принадлежат так как если вы перестанете платить сайт просто выключится а перенести сайт таких конструкторов обычно не представляется возможным так как он привязан конструктору для правки для редактирования поэтому вот и еще минус если с сайтом что-то случилось и вы не сможете дозвониться для техподдержки некоторых конструкторах техподдержка не очень то вы сможете в нужный момент когда вам сайт требуется да где-то на компас совещание либо там встречи показать ваш сайт будет недоступен то есть второй способ вы полностью зависит от конструктора поэтому быстро да что-то можно сделать но в долгу на перспективу сайты на конструкторах лучше не делать потому что масштабируемость плохая крупные проекты если делать то тарифы будут намного выше но и не весь функционал возможно реализовать на них третий пункт это программа для создания сайта и даут news программа создает сайты несложные одностраничники в основном можно делать можно делать многостраничники это визуальный конструктор то есть там все просто принципе есть много видео уроков на тему этой программы где принципе все досконально рассказывается объясняется можно создавать адаптивные сайты мобильные сайты верстать практически любой дизайн все хорошо но у нее также есть ряд минусов она платная то есть там не просто покупаешь а она покупаешь подписку там районе тысячи рублей в месяц у сайта сделано в этой программе нет админки своей то есть вы его опубликовали да вы выгрузили вы можете этот сайт перемещать хостинга на хостинг в этом плане все в порядке но у нее нет административной части то есть все правки дизайна текста да то есть вам поменять надо текст заголовок это все нужно делать в программе можно конечно в коде делать но потом если вы будете что-то делать в программе а потом перезальете сайт у вас все эти правки которые вы делали руками не затрутся очень удобно есть конечно настройки всякие типа админок но я бы не советовал так делать еще минус этой программы то что она перестала существовать разработчики перестали поддерживать с весны этого года 2018 и программа все равно со временем за несколько лет пускай это будет 5-6 лет она устареет технически и сайта не можно будет продолжать делать но возможно они не будут отвечать каким-то требованиям либо придется подключать сторонних разработчиков чтобы они делали кита виджеты доделывали перспективы не очень радужный четвертый пункт это платный cms cms это если расшифровать то это система управления сайтом содержимым сайта то есть здесь административная часть где вы можете создавать материалы публиковать удалять управлять общем сайтом такой четвертый пункт это платная система управления где как битрикс юми cms их тоже много битрикс вроде как лидер то есть система предназначена больше то есть готовая система для интернет-магазина не интегрирован 1с очень большое количество дополнительных модулей и компонентов безопасность реализована на высоком уровне у них и техподдержка оперативная но насколько я знаю что у битрикс очень большие требования к хостингу то есть обычный хостинг можно подойти нужно покупать мощным что движок не слабый еще минус это стоимость лицензии стоимость начинается от четырех где-то четырех с половиной тысяч рублей за самый минимальный пакет также там очень сложная процесс наполнения контентом сколько не работал с битриксом банально отправить текст какие-то материалы добавлять что-то менять там настолько сложная админка что там с первого раза не разберешься поэтому не очень советую этот движок конечно для крупных фирм он будет очень подходящим 9 по интернет-магазине очень большие то выгрузка с с 1с есть это да тогда стоит присмотреться к этому движку пятый пункт это самописная система управления что это такое это фактически связано с первым пунктом то есть если программист умеет создавать сайты с использованием кода то он пишет себе систему управления где есть административная часть и фронт-энд то есть лицевая часть также для удобства управления то есть он может сделать необходимые элементы которые только ему нужны допустим каталог материалов до категория под категория можно создавать материалы в материале это визуальный редактор для вставки картинок текста какого-то оформления жирный курсив и допустим все больше ему ничего не надо какой-то такой вот бог который размещает статьи ему не надо никакие модули ему не надо всякие различные метки языковые версии сайта что присутствуют до системы управления как платных так и бесплатных потому что там основном делают такой комбайн которым присутствует практически все а самописными они по минимуму то есть какой функционал нужен он тот и пишет соответственно мне легче они удобнее опять же это либо на заказ либо под какой-то индивидуальный проект это делается опять же из минусов это то что если разработчик сделал у него купили эту систему под вас разработчик пропал все система не развивается а можно конечно нанять другого специалиста которые ее доделают но насколько я знаю программисты не любят доделывать за кем-то какие-то коды дописывать разбираться в чужом входе поэтому эта идея может быть обречена на провал допиливание движка за кем-то то есть в этом плане тут тоже свои минусы есть как и плюсы ну и шестой пункт это бесплатная система управления сайта джунгл и wordpress более подробнее мы рассмотрим в следующем видео на этом все переходим к следующему уроку